...сачество жизни семьи будет идти речь практически в каждом разделе посланий. Наберись терпения, оно только начинается. Начну, поэтому все, что было до, это важно, но сейчас начинается самое главное. Начну с одной из самых острых проблем. Это, мягко говоря, невысокие доходы, с которыми сталкиваются в том числе многодетные семьи. В 2000 году за чертой бедности в России находилось более 42 миллионов человек. С тех пор ситуация действительно изменилась, изменилась кардинально. По итогам прошлого года количество людей за чертой бедности снизилось до 13,5 миллионов человек. Но, конечно, и этого много. Но мы держим решение этой проблемы в зоне постоянного внимания. Ряд мер принят относительно недавно. Так, с 1 января 2023 года введено единое ежемесячное пособие для семей с невысокими доходами. Причем от беременности женщины до достижения ребенком 17 лет. В прошлом году это пособие получали более 11 миллионов человек. Мы серьезно упростили процедуру заключения социального контракта. Приоритет здесь также имеют многодетные семьи. Сейчас заявление на спецконтракт, соцконтракт, извините, можно подать через портал госуслуги с минимальным набором документов. Будем расширять доступность этой меры. Это потребует дополнительных денег, где-то в районе 100 миллиардов рублей. Но они предусмотрены. Вообще, я буду вот эти дополнительные расходы называть, они все проработаны. Хочу повторить, проблема бедности по-прежнему острая. Сейчас она прямо затрагивает более 9% населения страны. А среди многодетных семей, по оценкам, которые дают эксперты, уровень бедности составляет около 30%. Нужно поставить четкие цели и последовательно двигаться к их решению, к их достижению. Добиться, чтобы к 2030 году уровень бедности в России стал ниже 7%, а среди многодетных семей снизился более чем в два раза, хотя бы до 12%. То есть мы должны сделать особый акцент на снижение бедности, прежде всего, для многодетных семей. Понимаю, что в целом борьба с бедностью – это задача непростая, она носит абсолютно системный характер, многовекторный. Поэтому, повторю еще раз, важно, чтобы все меры, которые мы принимаем в этой сфере, все инструменты, которые используем, были эффективными и действенными, давали ощутимый реальный результат для людей, для семьи нашей. Нужна постоянная работа, направленная на повышение качества жизни семьи с детьми, на поддержку рождаемости. И для этого мы запустим новый национальный проект, который так и называется – «Семья». О ряде конкретных инициатив прямо сейчас расскажу. Первое. Российские регионы в дополнение к федеральным программам реализуют свои меры поддержки семьи с детьми. Я хочу, прежде всего, поблагодарить коллег за эту работу. И предлагаю дополнительно помочь субъектам федерации, где уровень рождаемости ниже среднероссийского. Это особенно важно для центральной России и северо-запада. Вот в 2022 году в 39 регионах суммарный коэффициент рождаемости был ниже среднероссийского. До конца 30-го года направим таким регионам не менее 75 миллиардов рублей, чтобы они могли нарастить свои программы поддержки семьи. Средства начнут поступать со следующего года. Второе. В прошлом году в России было построено свыше 110 миллионов квадратных метров жилья. Это в полтора раза больше самого высокого советского показателя, который был достигнут в 1987 году. Тогда построено было 72,8 миллиона квадратных метров. А сейчас 110. Еще важнее, что за последние шесть лет миллионы российских семей улучшили свои жилищные условия, в том числе более 900 тысяч с помощью семейной ипотеки. И эта программа началась у нас в 2018, напомню. Мы постоянно повышали ее доступность. Сначала ее могли воспользоваться семьи, в которых растут двое и более детей, затем семьи с одним ребенком. Программа семейной ипотеки действует до июля текущего года. Предлагаю ее продлить до 2030 года, сохранив основные базовые параметры. Особое внимание уделить семьям с детьми до шести лет включительно. Для них льготная ставка кредита останется прежней – 6%. И еще. Сейчас при рождении третьего ребенка государство погашает за семью часть ипотечного кредита – 450 тысяч рублей. Также предлагаю продлить действие такой нормы до 2030 года. В текущем году потребуется почти 50 миллиардов рублей на это, и потом там по нарастающей все больше и больше, но деньги для этого есть. В целом задача в том, чтобы строящее жилье становилось более доступным для семей, чтобы жилищный фонд в стране системно обновлялся. Третье. В России больше двух миллионов семей, в которых растут трое и больше детей. Такие семьи, безусловно, наша гордость. И вот что хочу сказать. Смотрите, это реальные цифры. В 2018 году, с 2018 по 2022 год число многодетных семей в России выросло на 26,8%. Хороший показатель. Подписан указ, который устанавливает по всей стране единый статус многодетной семьи, о чем люди и просили. Его положение надо наполнить конкретными решениями на федеральном и региональном уровне. И идти, безусловно, от запросов людей. В семьях, где растет много детей, много и забот, и у родителей должно оставаться больше свободных средств на решение повседневных проблем. Предлагаю увеличить в два раза до 2800 рублей в месяц налоговый вычет на второго ребенка и до 6000 рублей в месяц на третьего и каждого последующего ребенка. Что это значит? Вот для примера, семья с тремя детьми каждый месяц будет сохранять в своем бюджете 1300 рублей. При этом размер годового дохода, на который распространяется вычет, также предлагаю повысить с 350 до 450 тысяч рублей. И такая мера поддержки должна предоставляться автоматически, без подачи заявлений. И отдельно о программе материнского капитала. Сейчас семья при рождении первенца получает право на выплату в размере 630 тысяч рублей, а при рождении второго ребенка еще на 202 тысяч рублей. Размер материнского капитала регулярно индексируется. Программа материнского капитала действует у нас до начала 26-го года. Предлагаю также продлить ее как минимум до 2030-го. Уважаемые коллеги, хочу выразить признательность благотворительным фондам, социальным некоммерческим организациям, которые помогают пожилым и больным людям, детям, инвалидам. И очень многое сделали они для того, чтобы поднять государственный уровень по вопросам долговременного ухода. Потому что они все время ставили эти вопросы. Считаю необходимо нарастить финансирование этой системы со стороны федерального бюджета. Вывести ее на единый высокий стандарт. И обеспечить максимальную доступность для тех, кто больше всего нуждается в такой помощи. А это около полумиллиона наших граждан. Сейчас, ну, к 2030 году нужно точно уже сделать так, чтобы услугами долговременного ухода воспользовались и было обеспечено 100% граждан, которые в этом нуждаются. Сейчас средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года. Мы вернулись на тот уровень, который был до пандемии коронавируса. К 2030 году ожидаемая продолжительность жизни в России должна составить не менее 78 лет. А в дальнейшем, как мы и планировали, предстоит выйти на уровень 80+. Особое внимание нужно уделить сельским территориям, регионам, где продолжительность жизни пока ниже, чем в среднем по России. На решение этих задач будет нацелен национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». При этом важно, чтобы росла продолжительность именно здоровой, активной жизни. Чтобы человек мог посвящать свое время семье, близким, детям, внукам. Мы продолжим федеральные проекты по борьбе с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, а также с диабетом. Кроме того, предлагаю запустить новую комплексную программу по охране материнства, сбережению здоровья детей и подростков, в том числе репродуктивного здоровья, чтобы дети рождались и росли здоровыми, а в будущем и у них были здоровые дети. В числе приоритетов такой программы станет расширение сети женских консультаций, модернизация перинатальных центров, детских поликлиник и больниц. А всего в ближайшие 6 лет только на строительство, ремонт и оснащение объектов здравоохранения. Дополнительно направим более триллиона рублей. Далее. За последние годы у нас в разы выросло число граждан, которые регулярно занимаются спортом. Это одно из наших значимых достижений. Нужно поощрять людей, которые ответственно относятся к своему здоровью. Уже со следующего года будем предоставлять налоговые вычеты для всех, кто регулярно на плановой основе проходит диспансеризацию, а также успешно сдает нормативы ГТО. Помните народный лозунг? Каждый помнит эту шутку. Бросай пить, вставай на лыжи. Вот это тот самый случай. Момент такой настал. Кстати говоря, что касается питья. Здесь у нас заметный хороший результат. Реально. Без всякого экстремизма мы значительно снизили употребление алкоголя и, прежде всего, крепкого алкоголя. И это, безусловно, сказывается на здоровье нации. Предлагаю за счет федеральных ресурсов ежегодно строить в регионах, прежде всего, в малых городах, сельских территориях, дополнительно не менее 350 спортивных объектов. Это и универсальные комплексы, и быстровозводимые площадки, где смогут заниматься и дети, и взрослые, и целые семьи. Дополнительно направим на эти цели за 6 лет порядка 65 миллиардов рублей из федерального бюджета. Условия для занятий спортом должны быть в вузах, колледжах, в школах и дошкольных учреждениях. Кстати, многие наши детские сады были открыты еще в советское время и нуждаются в обновлении. Со следующего года начнем программу их капитального ремонта. Люди постоянно об этом говорят. Что касается школ, то здесь капитального ремонта требует около 18,5 тысяч зданий. До 2030 года мы поможем регионам полностью закрыть эту накопившуюся проблему, а в дальнейшем будем проводить ремонты школ уже в плановом режиме. То, что сделано до сих пор, показывает, что мы на правильном пути. В целом на капитальный ремонт детских садов и школ выделим дополнительно более 400 миллиардов рублей. Кроме того, предлагаю в предстоящие 6 лет обновить или открыть медицинские кабинеты в школах, где есть такая потребность. А такая потребность есть, потому что у нас сейчас в 2022-2023 годах из 39 тысяч школ, 39-440 школ у нас, медицинские кабинеты есть только в 65%. Есть над чем работать. И еще очень важная тема. Сегодня активно растут многие крупные города. При этом становится больше и нагрузка на социальную сферу. Увеличивается число школьников, которые учатся во вторую смену, а в некоторых школах вводится даже и третья смена. Безусловно, это проблема, которую тоже нужно решать в тех городах, где вопрос переполнения образовательных учреждений стоит наиболее остро. Но придется опять за счет федерального бюджета, за счет федеральных ресурсов решать эту задачу. Построим дополнительные в общей сложности не менее 150 школ и более 100 детских садов. Уважаемые коллеги, мечты совершения наших предков, старших поколений, стали достижимыми, и мы гордимся этими достижениями. А завтрашний день страны определяют устремление нынешнего молодого поколения. Его становление, его успехи, жизненные ориентиры, которые пройдут любую проверку на прочность, это важнейший залог и гарантия суверенитета России, продолжение нашей истории. Предлагаю консолидировать позитивный опыт в сфере молодежной политики. И уже в этом году запустить новый национальный проект «Молодежь России». Это должен быть проект о будущем и для будущего нашей страны. Именно так поднимают свое призвание, свою высокую миссию и ответственность за молодые поколения наши школьные учителя. Огромное вам спасибо за ваш подвижнический труд. В том, чтобы ребята чувствовали себя единой командой, обрели опору в жизни, велика роль наставников. С 1 сентября 2024 года предлагаю ввести федеральную выплату 5000 рублей в месяц для всех советников-директоров по воспитанию в школах и колледжах. И чего раньше не было. И отдельное решение предлагаю для школьных классных руководителей и кураторов групп в колледжах-техникумах, которые работают в тех населенных пунктах, которым нужно уделить особое внимание, а именно таким населенным пунктам, где живет меньше 100 тысяч человек. А это, по сути, все наши небольшие города, райцентры, поселки, села. Так вот, уже с 1 марта 2024 года предлагаю вдвое увеличить таким специалистам федеральную выплату за классное руководство и кураторство группами до 10 тысяч рублей. Что еще хотел бы добавить. В 2018 году майскими указами были установлены требования по оплате труда учителей других работников бюджетной сферы, исходя из среднемесячного дохода от трудовой деятельности в конкретном субъекте федерации. Эти положения так называемых майских указов и впредь должны строго выполняться. Но при этом надо совершенствовать систему оплаты труда в бюджетной сфере, добиваться роста доходов, занятых здесь специалистов. Уровень средних зарплат по экономике в регионах разный, а значит и доходы работников бюджетной сферы даже в соседних субъектах федерации порой заметно отличаются. При этом работа учителя или врача везде одинаково сложная и крайне ответственная. И такой большой разброс в зарплатах от региона к региону несправедлив. Ну, безусловно. Понимаю, что проблема давняя, очень сложная, капиталоемкая, если можно так сказать. Обсуждали ее и с коллегами из федеральных ведомств, с руководителями регионов, с учителями, врачами, другими специалистами. Но, безусловно, ее нужно решать. Я сейчас не буду вдаваться в детали. Она действительно сложна. И депутаты, и члены правительства понимают, о чем я говорю. Я просто прошу правительства уже в 25-м году отработать новую модель оплаты труда бюджетников в рамках пилотных проектов субъекта федерации. А в 26-м году принять окончательные решения для всей страны. Отдельный вопрос – это создание дополнительной мотивации для молодых специалистов, чтобы они приходили работать в школу и видели здесь перспективу для профессионального и карьерного роста. При этом целевым образом выделим более 9 миллиардов рублей из федерального бюджета на обновление инфраструктуры педагогических вузов. Наше школьное образование всегда славилось новаторами, уникальными авторскими методиками. Именно таким учительским командам предстоит принять участие в создании перспективных школ. Строительство первой образовательной школы лидерского уровня начнем уже в этом году. В Рязанской, Псковской, Белгородской, Нижегородской и Новгородской областях. В дальнейшем они появятся во всех федеральных округах – на Дальнем Востоке, в Сибири, на Донбассе. Всего до 2030 года откроем 12 таких школ. Теперь о содержании образования. Учебная нагрузка для детей должна быть разумной и сбалансированной. Конечно, явно не на пользу делу, когда на уроках учат одному, а на экзаменах спрашивают другое. Такое несоответствие, мяко говоря, между школьными программами и вопросами на экзаменах, а такое бывает, к сожалению. Но это вынуждает родителей нанимать репетиторов. А ведь далеко не всем это по карману. Я прошу коллег из правительства совместно с педагогическим и родительским сообществом разобраться с этой проблемой. Она очевидна. В этой связи и о едином государственном экзамене. Он по-прежнему вызывает широкую общественную дискуссию и споры. Мы все об этом хорошо знаем. Действительно, механизм ЕГЭ должен совершенствоваться. Что вот я предлагаю на этом этапе? Предлагаю сделать еще один шаг в этом направлении. Дать выпускникам, что называется, второй шанс. А именно, по выбору самого ученика, предоставить ему возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов. И сделать это до конца приемные кампании в ВУЗы, чтобы успеть подать документы уже с учетом пересдачи. Такие житейские вещи, но они важны для людей. Уважаемые коллеги, в прошлом году экономика России росла темпами выше мировой. По этому показателю мы опередили не только ведущие страны Евросоюза, но и все государства так называемой «большой семерки». Но что я хочу в этой связи отметить? Хочу отметить вот что. Огромную роль в этом сыграл фундаментальный запас прочности, который был сделан за последние десятилетия. Сегодня доля несырьевых отраслей в структуре роста уверенно превышает 90%. То есть экономика становится более сложной, технологичной, а значит гораздо более устойчивой. Сегодня Россия – крупнейшая экономика Европы по размеру валового внутреннего продукта по приятету покупательной способности. И пятое в мире. Темпы и главное качество роста позволяют надеяться и даже утверждать, что уже в ближайшей перспективе мы сможем сделать еще один шаг вперед. Войдем в четверку крупнейших экономических держав мира. Но такое развитие должно прямо конвертироваться в рост доходов семьи наших граждан. В ближайшие шесть лет доля зарплаты ВВП страны должна возрасти. С опережением инфляции и темпов роста средней зарплаты по экономике мы индексируем минимальный размер оплаты труда. Начиная с 2020 года, мрот вырос в полтора раза – с 12 до 19 тысяч рублей в месяц. К 2030 году мрот должен увеличиться еще почти вдвое – до 35 тысяч, что безусловно отразится на размере социальных пособий, зарплат в бюджетной сфере и в отраслях экономики. При этом мы понимаем, какие риски и факторы могут привести к замедлению экономического роста нашего развития в целом. Это в первую очередь нехватка квалифицированных кадров и собственные передовые технологии или их отсутствие по некоторым направлениям. Здесь нужно работать на опережение, поэтому сегодня подробно остановлюсь на этих двух стратегически важных темах. Начну с кадровой базы. В России растет большое молодое поколение. Вот как ни странно, есть демографические проблемы с ростом численности населения. Большое молодое поколение, оно у нас имеет место быть. В 2030 году в стране будет 8,3 миллиона граждан в возрасте до 20 лет. От 20 до 24 лет. А в 1935 году уже 9,7 миллиона на 2,4 миллиона больше, чем сейчас. И это, конечно, результат в том числе и демографических мер предыдущих лет. Но важно, чтобы эти ребята, сегодняшние подростки, стали профессионалами своего дела, готовыми трудиться в экономике 21 века. На это направим новый национальный проект. Кадры. Много, безусловно, об этом говорим, но нужно на деле укрепить связку всех уровней образования, от школы до вуза. Они должны работать в единой логике, на общий результат. И, конечно, здесь важно участие будущих работодателей. С нынешнего учебного года во всех школах страны развернута система профориентации. Ребята, начиная с 6 класса, могут познакомиться с разными специальностями. Обращаюсь сейчас к руководителям предприятий, научных и медицинских центров. Пожалуйста, приглашайте к себе школьников. Пусть ребята посмотрят цеха. Вот как мне предлагали в одной из моих поездок. Заводские музеи, лаборатории. Обязательно включайтесь. Прошу вас в эту работу. На принципах тесной кооперации образования предприятий реального сектора мы реализуем проект «Профессионалитет». Он позволил обновить образовательные программы для авиа и судостроения, фармацевтики, электроники, оборонной и других отраслей. Для этих сфер до 2028 года предстоит подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий. Такие подходы мы должны распространять на всю систему среднего профоразования, включая подготовку кадров для школ, больниц, поликлиник, для сферы услуг, туризма, учреждений культуры, творческих индустрий. Отдельно вручаю правительству совместно с регионами реализовать программу ремонта и оснащения учреждений среднего профессионального образования. Нужно привести в порядок не только учебные здания, но и спортивные объекты, общежития, техникумов и колледжей.